Фотографии и видео с места массовой аварии, со слов автора, произошедшей на трассе Караганда-Тимиртау, появились идти вчера, 22 декабря. Подробной информации о ДТП Департамент полиции Карагандинской области пока не дает. За прошедшие сутки в Карагандинской области, в том числе в областном центре, зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека обратились в медучреждение без госпитализации. Основной причиной аварии является низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения. Даже при неблагоприятных погодных условиях водители не соблюдают элементарные правила. Превышают скорость, игнорируют запрещающие и предупреждающие знаки, а также выезжают на полосу встречного движения в условиях плохой видимости. По городу Тимиртау официально 112 звонков не поступало. Обращались жители по трассе Караганда-Тимиртау. Вчера было перекрыто, как раз там было ДТП, сильно пострадало 8 машин, чтобы деблокировать дорогу и почистить дорогу. Временно вводилось ограничение на движение транспорта именно по трассе Караганда-Тимиртау. ДТП было в сторону Караганды, где-то на середине от Караганды до Тимиртау. Но наши силы сельса там не участвовали. Плохие погодные условия и, как следствие ухудшения видимости, гололедица и снежные заносы на протяжении последних нескольких суток действительно приносили автомобилистам немало неприятностей и в черте города, и за его пределами. На выходных выбраться по делам или в гости в расположенные рядом города было почти невозможно. Все мы смотрим новости, в любой паблик зайдите, да, Инстаграм, Фейсбук и так далее. Везде очень много сообщений поступает, что снега сверхнормативно выпадает осадки. И даже в Алма-Ате выпал снег, много обильной осадки. В Балхаше в нашем регионе выпало много снега. Вот, по всей территории республики выпадает, это природа, мы с этим ничего сделать не можем. Коммунальные службы, ну, работают, но не в полной мере справляются именно с очисткой снега. Вот, и надо потерпеть и беречь себя самим. По прогнозам синоптиков, погода на территории Карагандинской области в ближайшие дни станет лучше, без осадков и порывов ветра. Но все же впереди еще два месяца зимы, и спасатель напоминает водителям транспортных средств, как обезопасить себя на трассах. Уже, наверное, все забыли, что с собой в зимнее время желательно иметь лопату и трос буксировочный. Потому что часто мы приезжаем, когда людей излегать, у нас на спецтехнике тяжелые жесткие тросы, они для легковых дергать ими очень тяжело, там бампера рвем и так далее. И также сами водители друг друга вытаскивать, они не могут помочь друг другу, потому что мало сейчас кто возит с собой трос и лопату. Такая простая вещь, в багажнике много места занимает, но именно всегда вручает самого себя. Узнать открытую трассу по направлению в Караганду или Нур-Султан можно на сайте национального оператора по управлению автомобильными дорогами Казавтожол, через мобильное приложение Дармен, а также позвонив на номер 112 или в диспетчерскую службу автовокзалов. Екатерина Чеснокова, Жанна Карташова, Новости Тимиртау.